Не забудьте уже на колокольчик нажать. И даже если он у вас нажат, снимите оттуда все галочки и поставьте, я буду вам очень признателен, потому что YouTube перестал присылать вам оповещения о моем контенте. Ну как? Я бы оттуда прыгну. Дальчик сказал, оттуда вниз головой прыгать будет. Такие звуки. Короче, сегодня у нас, чё, пятница, часов в 10 утра, мы сейчас готовим с собой собойку. В украинском есть слово с собойкой? Да. Ставьте лайк, кто знает, что такое с собойкой. Ну и раз такое дело, не забудьте уже на колокольчик нажать. И даже если он у вас нажат, снимите оттуда все галочки и поставьте, я буду вам очень признателен, потому что YouTube перестал присылать вам оповещения о моем контенте. А мы прямо сейчас собираемся и петляем в Харьков, где я не был уже, ну, года два. Вот тут у нас, короче, небольшие подгоны от самокатуа для харьковских райдеров. Это килограмма полтора резиновых браслетов. Я в жизни столько резиновых браслетов не видел. Грибчики, наждачки, несколько штучек, по-моему, три таких, три таких. И вот тут вот штук, наверное, 100 стикерпаков. Может тоже стикерпаки напечатать? Вы бы купили у меня парочку? Напишите в комментариях. Едем с чемоданом и двумя самокатами на двух человек. Денис набрал больше половины чемодана вещей. Не знаю, зачем, на четыре дня, типа. Зачем? Зачем ты тапочки взял, скажи? Тапочки, халат. Блин, господи, я не знаю, не знаю. Все, вот теперь точно погнали. Вот такой вот, просто шикарный лайфхак с самокатом и чемоданом я придумал, пока мы катили этот чемодан. То есть у него, конечно, есть колеса, но на самокатных колес их он катится-то поболее, поприятнее. Причем можно еще и самому катиться. Так, у нас осталось 20 минут до поезда, снимать видосы нет времени, поэтому мы по-фасту бежим, садимся в поезд, и следующий кадр уже будет оттуда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сняли хату, первое, что сделал Денчик, достал рулет БМВ, при хозяине квартиры и начал скручивать. Так, говорит, только без движников, да? Да, 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 и доролит БМВ, достает. Короче, там у нас стоит в проходе звезда Харькова. О! А как у тебя никнейм на ютубе получается? Ярослав Кучеренко. Ну, в общем, ссылка в описании. You know, as usual. Сейчас по-быстрому собираемся и петляем смотреть парк UK Ramps. Короче, в парке сейчас один с половиной подписчиков. Ого! Здорово! Хорошо, как справа. Доброе? Доброе. А можно stories? Конечно, можно stories, нужно stories. Это скейт-парк. Ну, пока две фигуры. Я так понимаю, ты будешь еще что-то расширять, нет? И самый прикол, что это, я так понимаю, не единственное помещение. Может сказать, что у тебя два скейт-парка. О, ну, вот тут-то площадь и побольше. О, скалодром. Если ты, смотри, мы тоже, когда про Лану планировали, ты тоже сказал, скалодром нормально тема, вылешечка. Я так понимаю, это, по сути, не задумывалось, как скейт-парк изначально, да? Ну, вот это. Это изначально было подумано. Это скалодром, что у вас такого искусства, Виталий, как человек, это мой. Ага. Ага. И это я потом подумал. Ну, ну, что, пропадать по ровного яме? Конечно. Я вот так вот, за неделю я спрашиваю, ну, вот эти все, и не тоже заходят ничего. Слушай, ну, это очень хорошее стечение обстоятельств, на самом деле, очень правильно. Вот, капец там высоко. Дейчик сказал, оттуда вниз головой прыгать будет. Ого, скейт-парк, скейт-парк. И дёрт. Вот, короче, не закончил мысли, я тебе рассказывал. Я себе хотел взять большой какой-нибудь дёрт, там, по-моему, блан делал или кто. Поставить на него беги такие хорошие, большие, и катать вот прям на нем весь сезон. Проблема в том, что я не нашёл, где продаётся нормальный дёрт, типа, полноразмерный. Если вы знаете, напишите в комментарии, мне прям, ну, очень надо, чуваки, очень. О, подожди, а это райновиримся доска, да? Это мой, да. Ааа. Ааа. Как тебе доска райновиримся? Вообще, мне колеба, пушка. Я думал, что хочу какую-то другую, но нет, она мне очень комфортная. Ну, очень, кстати, неплохо ощущается. Я их просто тоже как-то в Беларуси их не завозили, в Украине я их тоже не встречал. Короче, надо будет попробовать, но я сейчас залетел уже без обуви, поэтому завтра. Забавный момент мы заметили о доске Вильямса. Она вот здесь вот супер узкая, у тебя колесо шире, чем сама доска. Очень странно. Ладно, Дэнчик, давай быстро, тур по парку. Раз, два, три, шучу. Промазал. О, а что колеса так? Колеса накачать, надо пацаны, сломаются. Как тебя зовут? Роберт. Роберт? Да. Ладно, Роберт. Че умеешь? Ничего, я самокачиваю сегодня купил новую. Я тримитерный катал. Что ты сегодня научился? Ну, один трюк, Роберт. Ну, нового не научусь, а старая школа. Давай, твой звездный час. Один трюк. Один трюк, Роберт, надо. Выход. Короче. Ну, на симпл сэшн бы зачли. Давай. Я видел, как ты к дискам коснулся земли. Кстати, пацаны, вот это вот Dirt Scud Razor. Я в шоке был, если честно. То есть, он прям... Я думаю, я куплю Dirt Scud Razor с себя. Мне звук нравится. Я не знаю, передает ли этот звук. Но это жестко. Короче, короче. Шлепнул так шлепнул в случае. Ладно, Денис, давай по-моему с кикером. Ты готов? Давай. За дедов. Ты очень много ходов берешь. Я считаю. Типа, ну, просто потому что, если ты что-то закрутишь, ты приземлишься вон там. О! Какой-то одесский закрут был, если честно. Ну, давай, трешка за три попытки. Зачем ты это делаешь каждый раз с ногой? Сейчас будет. О! Слушай, за дедов дал так дал. Давай, три попытки, больная тема. Мы постоянно снимаем для Дениса Ноуз Мэнелл. Это, типа, минимум 100 попыток, и обычно заканчивается тем, что он не делает. Как ты думаешь, сделать это? Деручка. Это стучать его. Я вообще поддерживаю, типа, тем, что катается, и все. Но конкретно Денис Ноуз Мэнелл и больная история. Ну, все, это уже выглядит, как нет. Ну, ладно. Давай пять попыток, но больше мы не будем. Нет, еще две получается, до пяти. Я знаю, мы можем... Он каждый раз делает, чтобы вот так вот, чтобы почти, но в конце не делать. Мы можем открыть вот этот тотализатор, короче, чтобы приходили и ставили деньги на какую попытку он поставит. Это как в 21-ой, то есть тебе кажется, что вот в эту попытку он почти сделал, ты ставишь на следующую, а он не делает, он не делает, типа... Очко. Единственное, о чем я жалею, я не взял кроссовки сейчас с собой. Но завтра приду уже в кроссовках и по-любому катнем. Смотри, есть две идеи. Первое, мы берем перилы и ставим где-то у Грайндбокса, второе, мы ставим вас сразу за кикером. У Грайндбокса. Конечно, еще не думал, в принципе, даже. Как ты это делаешь? Как ты это делаешь? Считрындец. Короче, Денчик каким-то образом сделал вот по этой периле Рейл Райт на Ванете. В смысле, каким-то образом? Специально, да. Прям ровно сел, слушай. Ладно, пойдем в поролон упрыть в БС. Ладно, Денчик, твои последние слова. Помните меня и никогда не забывайте. Ладно, запомню. Давай, ниндзя-дроп в поролон. Ну как? Я в оттуда прийду. Ну что, дропнешь? Ты давай, да тут метра полтора. Ладно. Ладно, короче, пацаны, обязательно в следующих видео Денчик на камеру она все равно не передаст, но очень высоко, очень высоко, чуваки. Скалодром есть. А я же можно подцепить периодик, чтобы она на воду не была, что он воздух не подходит. Конечно. Мы вообще, мы хочешь, мы будем ее подбрасывать, а ты будешь прыгать и пытаться по ней подсказать. Как мы это запланировали, как это будет выглядеть? Денчик прыгает, падает и на него перила. Ну видно, человек в гавани катался. Хорош. Чистенько, чистенько, хороша. А где-то делал уже в Харькове? Пока только научились. Пока только научились. Но еще в идеале наш это резиновое для начала поделать, а так да. Надо было, наверное, кноуту взять микрофон, вебку, постримить даже отсюда, да? А тут есть интернет? А, конечно. А, ну ладно. Ну тогда, ну может, в следующий раз приедем и постримим отсюда. Лайки, если хотите, стримы из этого парка. Потому что, мне кажется, вот, ну, в фролону стримить очень весело можно. Можно прям шоу устраивать. Ехали в поезде, да еще каждые пять минут. Говорит, не, блин, было фронтфлип учиться делать в фролону. Ну давай, Дед, ты попробуй. Типа, ты попробуй, мы тебя потом научим тоже. В следующем видео мы научим, но давай по приколу сюда вставим одну попытку. Просто чтобы, ну, насколько интересное видео будет дальше. Хорош, хорош, уважаю за такие попытки. Давай одну еще и все. На самом деле опасная тема. Он может паркером стать, я считаю. Потому что, если кто-то собирается катать стрит в этом сезоне, кто-то сто процентов, ну, для равновесия в мире должен уйти в парк. Ну, кстати, почти. Типа, давайте сделаем. Одну попытку дочек и все. Вот теперь точно. Все, отдыхай, парень. Отдыхай. Ну ладно, дочек. Давай с третьим вон ступеньки с фифтов просто. Давай следующий. Да давай. Че, жестко, да? Ну вот, типа, вот это нормально. Ну вот оттуда, короче, реально, даже я залез, я засомневался немного, типа. О, нормально. Давай в пролону трек. Покажи, он у тебя с этими стрелами, да? Слушай, как он случился? Да и по нему видно, что они много стоят. Я, мягко говоря, шокирую. 3000 за что? У меня никогда ровно один не получалось сделать. Ладно, нормально, нормально. Ты посмотри на него два раза в пролону прыгнул уже все. На моем, наверное, поприкольнее, да, было в пролону прыгать. Все, я его только говорил. Скриньте, он будет паркером. Вот просто скриньте. Короче, в Харьков мы добрались, с парком мы ознакомились. Мне нужно чуть-чуть переварить впечатление и отдохнуть. Завтра мы уже будем снимать новые ролики и новый контент. И вы еще можете успеть написать в комментарии идеи для новых роликов. Я стараюсь читать абсолютно все комментарии. И по некоторым я даже снимаю видосы. Дечи, кратко, как тебе нравится? Классно. Ролонка вообще бомба. Хорошо. И вот это прикольный. Чуды, стол такой, знаешь, что, ну, Брай там делать, инвар, вообще классно. Ха-ха-ха, подожди. Короче, что мы там накупили? Скажи. А где она? О, гречку купили. Идренчик купил. Скажи это. Три бы взял хотя бы, что это не так. Ладно, все. В общем, и смотрите, такой вот сникерс. Я вообще, когда встречаю какие-то странные штуки, типа этого сникерса, я опубликую свою телегу. Ну, там еще соусы всякие, прочие родители. Но, впрочем, там не только еда. Там еще бэкстейджи со съемок, какие-то мои мысли, мемы. Все, что угодно. Ссылка в описании. Ну, не реклама, потому что моя собственная телега. Что, там яйца держишь? Идем. Убери два яйца. Руку, гордо, смотри вверх и пошли. Все, уже покатался там, как Брайт спрашивает делать и так далее. Короче, мы уже на хате. Был очень длинный день. Осталось только покушать. И лягаем с паты. А на этом я напоминаю вам, что эта поездка была бы невозможна без самоката. Большое вам спасибо за организацию поездки. Ссылку на них я оставлю в описании. Если вам нужно что-нибудь типа самоката или замчезель для самоката, вы знаете, где их искать. Также пишите свои идеи для роликов в комментарии. И на этом всем спасибо. Оценивайте, подписывайтесь, комментируйте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok